На деле вам не принадлежит. Я пришла за своей долей. А на какую долю вы претендуете? Косу, вилы, сапу, лопату, садовые ножницы. Этого мне достаточно для любой сезонной работы. Тот, кто сидит в центре, пишет короткую записку. Читаю. Сапа, лопата, коса, садовые ножницы. У нее никак не укладывается в голове, что вот эти все понятия честности, справедливого труда, они никак не будут востребованы. Но правильные чувства подсказывают, что если ее мама останется здесь, она погибнет. Куда и лошаденка тянет в гору бричку. В ней мама. В ее корзинке хлеб, вино и полотенце. Все маминое имущество. Долгие годы была она перед моими глазами, такая, какой я ее видела тогда, в последний раз. Подъем окончен. Отсюда спуск. С Богом. До свидания. Я думала, до скорого свидания. И не знала, что состоится оно через 18 лет. Она отправляет свою маму в Румынию, спасает, сама остается. И тоже, почему не уехала? Вполне могу. Ей даже предложили уехать, предложили. Она написала, что она не хочет уезжать, потому что она должна разделить судьбу со своим народом. Ну, это сразу, конечно, вспоминается Ахматова. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был. На крыльцо, откуда ни возьмись, сбежала соседка. Розенька, за вами еще ночью приходили. Двое с ружьями. Ужас, что происходит. Всех похватали. Боже мой, дети, старики. В чем попало? Раздетых, больных. Ой, да что же это? Фросенька, бегите. Спрячьтесь. Куда-нибудь бегите. Может быть, спасетесь. Бегут те, кто виноват. А прячутся трусы. Не стану я дожидаться, чтобы меня, как щенка, за шиворот тащили. Сама пойду. И когда формировали уже машины к отправке по спецпоселениям, там была комендатура, там сейчас школа находится в этом месте, и она приходит и говорит, зайдите позже. То есть там, ну, понятно, что многие люди все равно убежали оттуда, и как бы они на это, ну, кто останется, все равно они всех отвезут. И она раз туда приходит, приходит еще раз, и уже тогда она говорит, вот, как бы, упали ножницы, я их подняла. Когда человек постригается в монахе, он трижды должен поднять с пола ножницы, которые нарушно роняет постригающий. Это как напоминание. Одумайся, пока ты еще не вычеркнут из числа живых. Нечто подобное имело место со мной в тот памятный день. Пятницу, 13 июня 1941 года. Последний день моей мирской жизни. Она вспоминает о том, когда люди постригаются в монахе. И это очень важно, когда игумен постригает монаха, очень важно, что это не насильственные действия, а что человек добровольно себя в ермо, берет на себя ермо, понимаете? Это добровольность, это жертвенность. И поэтому символически игумен трижды бросает ножницы. И сам постригаемый в монахе поднимает, отдает в руки игумену эти ножницы. И об этом вспоминает Ефросинья Антона в своих воспоминаниях, когда пишет о себе, когда она выбрала этот жертвенный путь. Это тоже, конечно, говорит о том, что понятие жертвы и понятие самоотречения для нее было с юности. Машина тронулась. Я перекрестилась. Это получилось как-то само собой. Быстро убегала назад дорога. Каждая пять этой земли была связана с моим прошлым. Прощай, Цепилов. Все мое прошлое. Прощай. Помню толпу, солдат, крики, пинки, давку в вагоне, битком набитым растерянными и растерзанными людьми. Тихий солнечный закат. Такой мирный, привычный, что просто не верилось, что может равнодушная природа красою вечным сиять. По валку лежат, цепляясь за свой скарб женщины, мужчины, дети в телячьем вагоне. В стене прорезано отверстие со вделанной в него деревянной трубкой, которая будет нашей первой пыткой. Уже голода и жажды. Так как мучительно стыдно будет пользоваться на глазах у всех такого рода нужнику. У него же очень важные акценты там. Стыд, унизительное. Вот такие, вот эти слова очень важные. Какие-то... А мы к этому привыкли уже, к тому моменту, мысли наши родители. К тому моменту, когда уже их посадили. И чего-то. И перескочили мы из наших коммуналок. И вот этой вбитой в голову коммунистической идее в Столыпин, в телячий вагон, где справлять нужду можно было на глазах друг у друга. Так мы перед этим уже почти что на глазах друг у друга ее справляли. Все дальше, все дальше. Сначала на пароходе, затем на катере и под конец на барже. И вот мы в судье. Дикий вид был у нашего табора. Большинство неработоспособные и все физически не работавшие. Что ждет их впереди? Мы сели в лодку и продолжали путь. Наконец добрались мы до своей лесозаготовки. Барака на берегу Анги. Анга. С этим связано много открытий, подвигов, разочарований. Но больше всего приходилось удивляться. Удивило меня, что барак, только что приплавленный в разобранном виде, оказался полным клопов. Удивляло и полное отсутствие нет ни комфорта, а элементарной заботы о рабочем скоте, которым в данном случае являлись мы. Значит, каждый год арестовывали бездну народу, да? Этих арестованных становится все больше и больше. Можете себе представить, в 1933 году у нас 500 тысяч человек арестовали в стране. 500 тысяч. Что с этим добром делать? Вот есть много людей. Что делать? Тогда вот они где-то посерединке, и в начале вообще процесса, они хорошо придумали, что те, которые там с маленькими сороками до трех лет, те остаются, что называется, в колониях. Ну, где-то вокруг дома в своем регионе. А вот остальные большесрочники, а большесрочники-то это в основном как раз и были политические. А большесрочников мы создадим вот такие большие лагеря, и вот, значит, начнем, и они будут инструментом модернизации. Еще тогда, когда мы направлялись в Ангу, мы заночевали на берегу. Я с проводником-стариком Лихачевым, сыльным, и его сыном Илюшей. Мы развели костер и вскипятили чай. У меня был сахар. Последних шесть кусков, еще и с дому. Я их разделила поровну на нас троих. Лихачев как-то странно посмотрел на меня. Слушай, Фрося, что я тебе скажу. Запомни мои слова. Никогда и ничем не делись. Скрывай свои мысли, так как неосторожно сказанное слово может быть обращено против тебя и погубить тебя. Скрывай, если тебе в чем-либо повезет. Тебе могут быть.